о коллега чуть-чуть не свой грузик взял чуть едем чуть едем бобруйский регион у него ведь такое что-то его прям прям болен он духу там вот выгнула маленько всем привет едем на стояночку 7 утра поедем поработаем в общем едем за славой грузи грузимся металлопрофили еще на этот короче на держинского 42 на этот металл металлический завод и едем опять снова в дневного полоск в этот раз правда а едем город полоск такое вот утро у нас темная 13 градусов показывает чуть-чуть по работе опять поедем по дарма возим чуть-чуть чуть-чуть по драма возим кстати заявочку я эту нашел не заявочку а загрузку нашел не вчера а в понедельник когда ехал в новополоцк вот поэтому как бы уже знал заранее вчера чё-то рыл рыл там ничего нету в общем 1 на п хорошего ничего нету все что было хорошее все забрали коллеги вот поехали чуть-чуть поработали видно вчера или сегодня поеду наш не жадный человек я вот это вот 120 рублей нам ребята возят а у а что фура как бы уже вот этот юмористический журнал конечно начинает морально выбивать тебя просто потому что хорошего ничего тебе не скажут начинаешь говорить по цене реально просто люди уже не хотят разговаривать типа тут у нас телефон красный сейчас заберут на раз-два ну и все мы на стояночке надоело про это говорить про все о леденец стоит чистенький не вымазался с последней поездки и поедем как говорится опять у витебскую область так я криво стал да что-то меня с утра подкашивает маленько хотя это место ничего можно сказать мое второе все пошел заводиться болен чуть не промахнулся мимо своего поворотика этот еще на своей дровине посередине едет а это как вчера написал мне один там кто-то в комментариях что ты мол все хаешь там такие же водилы бля я не водила а водитель водитель это звучит гордо и профессионально а водила бывало водила а бывало не водила поэтому так где-то поставить леденца еще народа не рабов 8 8 утра мне сказали они ладно пойдем вот устанем чтобы как говорится не подумали что я без очереди пойдем узнавать что куда вот и весь груз сколько-то профиля в общем что-то до тонны тут не знаю грамм 600 если будет 700 это хорошо все закрываемся с документами поехали все друзья 920 я загрузился что-то они тут это самое пока собрали хотя что тут собирать было пачечку положили профиля ладно хорошо что к 8 приехала них 9 сейчас бы может стоял будто как парни тут я можно сказать первый был все по грузу 700 в 37 килограмм ну все выдвигаемся выдвигаемся в сторону полоцка чем что поехали одним словом ремнями увязал все хорошо можем молотить погнали так что дима есть это клепили немножко распогаживается на витебщине у нас что-то было пасмурно в минске с утра скрипит потёртое седло уже опять по нервам дает вчера закладывал смазочку не попал опять никто место заложил смазывал там что-то туда-сюда не тут а надо будет разобрать в другом месте помазать а то прямо так за каждый нерв подтягивает хочу хотел вам рассказать блин не знаю даже стоит нет опять про работу опять про то что вот звание описала мне моя там экспедитор с которой ездил там березину а белый не сюда на могилёв хотела я написал цену что-то дороговато пишет блять простите за мой французский но я уже не могу по-другому ничего говорить ну вот я реально не могу ничего не говорить у меня ощущение складывается что только для меня лично для меня дорожает топливо запчасти масло уране уже по 170 рублей за 5 литров но это только для меня я так понял для всех остальных все как было ничего не поменялось не знаю что-то дороговато ярко как мы с тобой ездили за эти деньги было нормально но и не ответа не привет что-то идет не так я вот чувствую что-то идет не так поэтому не знаю как дальше будем работать где работать где денежки будем зарабатывать довольно неправильно где я буду работать где я буду зарабатывать вот я не знаю где именно я буду где коллеги это понятно чем ниже ставка тем больше они работают тем больше у них работы да сейчас прямо вот опять смотрю вот в это вот вот в это вот на сайтах там все равно 150 рублей у нее с полоска до минска и все три тонны утеплитель и все вот 150 и все не торопятся понимаете не торопятся неспешные загрузки вот поэтому как-то вот так ну и странно что никто не забирает пока кто-то еще не доехала либо три тонны это многовато как бы хрен его знает хайба разделила до двоих по 75 рублей да по полторы тонны я думаю сразу вы ребята забрали как бы было бы просто удобнее вести не слишком тяжелый груз коллеги для ребята коллеги бы забрали вот это еду вот мысли гоняю когда это уже все закончится или начнется или вообще что как происходит ничего не понятно бля ну очень интересно доживем доживу ли я до того момента когда не надо будет звонить уговаривать когда тебе будут сами звонить или заказчики и просить завести груз вот вряд ли конечно вряд ли но очень хотелось вот всякие такие мысли чё-то с у нас настроением вообще оливье говнян полнейший не знаю даже что-то пошло не так какие-то блин не будут все хочу так матом ругаться в поле хочу так ругаться матом просто чтобы выразить все это а вот закипела закипела альфа альфа ромео закипела пошел человек смотреть есть канаве вода или нет ветерок коммерческий прямо вон по березам видно поддувает задницу так не очень типа коммерческий боковой но когда по прямой едем и девять и десять показывает а когда по кривой вон 10 на ровное вышли вон 10 10 как на легковом джипе а как чуть под гору ну так по веткам видно даже прям поддувает так хорошо ну назад конечно будет солярку спакать а вот так ладненько пока педалируем скрепим дальше ну вот друзья мы с вами и второй раз за неделю в полоцке или я или вы или мы вместе танчик стоит танчик на танчик с каких рядов куда можно нам можно со всех рядов в любом направлении а вот так а вот так вот там рус русо туриста на пыжике не пропустил а я думал весовая закрыта не ни хера транспорт не ходит с дубиной великолупский комбинат мясной заезжает взвеситься в общем я позвонил человеку мне светофор за светофором будет телефонная вышка ну или как это вышка и за вышкой на право а вот это оказывается все фуры вот на этой стоянке заправки что стоят из той стороны когда я ехал на пт о вот здесь вот пт о есть как это короче этого самого стекловолокна и это на перегруз пацаны стоят вчера предлагали груз недорогой тоже сначала обсудили цену да там куда сюда а потом так там надо станок полоска потом да да на пт о там перегруз я говорю так это же типа таможенная перевозка а ну да да говорит у вас же есть таможенное свидетельство я говорю конечно конечно у нас есть все только скорее всего что пацана будет другая а тут как бы суток двое-трое надо подождать я так понимаю хрен его в общем сказали там сначала что да да там типа туда-сюда а потом оказалось что уже не надо вот она вышка вот за вышкой за вышкой поворот налево и там какое-то лесное хозяйство или как я не завод дрова лежат короче вот будут и только за вышки так я вышку проехал вот сюда что нет туда и тут какие-то развалины есть и вон там вот нам вот сюда вот сейчас где-то тут будем выгружать и сказали что будут выгружать вверхом ну и хрен с ним пускай выгружает говорится все будем искать где кого куда так ну что меня разгрузили не верхом боком погрузчиком блин хочется аккуратненько по лужам диски чистая все выезжаем туда до евроторга доеду или евро вот как этот магазин начать сходить пожрать купить полтора можно в сторону дома выскакивать пожрать и в сторону дома выскакивать ну это заезжая игры слушайте это я тут к вам заехал говорю у вас тут лес лежит лес в лесу я рада да извините лес в лесу корабль ходит а не плывет все правильно да 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 в общем вот так в общем меня поправили сказали что лес в лесу а это а это доски или как это но в общем не лес да и хрен с ним тепленько стало мне опять я чуть-чуть поработал согрелся даже путики потекли как обычно дает жир дает потихоньку но что-то не очень торопится растает честно говоря сейчас доеду до туда быстренько забегу что там есть посолю там правда фастфуд как в этом я не хочу глянем еще раз косого кинул на сайт если там ни хрена нету все тут у домой искать искать новое приключение старой работе а вдруг получится поехали вот сейчас как раз переписка пишу вай передам за перевозку горит что-то от вас там бабах нету нам почту приносят только по средам ну то есть это мои проблемы да то есть конвертом пришел в четверг прошлого да а им приносит по средам вот поэтому а оплата от получения документов поэтому еще отсчитываем два-три дня боже когда это закончится я не знаю у людей почту приносят раз в неделю поэтому мне задерживают оплату понимаете нет чтобы сказать да извините на почту раз неделю приносит вот сегодня документы пришли по вам оплатим не говорят что еще надо еще надо подождать потому что только сегодня пришли документы ладно ждать это наша как говорится наша так а чё здесь такое какие-то знаки неправильные висят или что это не пойму ни хера парковка что-то туда-сюда блин а как мне туда попасть а мне надо вон туда и куда-нибудь на выезд там нахрен в самом конце где-нибудь стать бы там места есть как раз сейчас где-нибудь закрутим блин вот и потом на выезд туда правда нельзя остановиться по левой стороне а вот по правой можно и сейчас он там а где-нибудь вот здесь вот раз загоним ее задом и все хай стоит быстренько сбегаем на газ да да на два места корабль большой на одно место не влезет чтобы как говорится чтобы никому здесь не мешать все пошел я сбегаю быстренько в европе сходил я очень покушал какая-то там харча мне было внутри не помню как называется первое второе и в этом бургер кинге вафельный рожок морожка шикарно сейчас три минуты до кайфуем выезжаем поехали домой тут ловить не хрен уж извините загрузок нет ничего нет вообще просто дичь какая-то и сайт зависает не знаю почему ларди не работает она лучших сайтах белорусских ничего нету так что такие дела доедаем и полетели ну в общем все выдвинулся я в сторону дома сколько сюда дел хороших здорово зовет груз типа заработал хорошее дело покушал но это третье и четвертое как бы душевно провел день занимаюсь любимым занятием блин и пятая сушил мороженое мороженое всегда это как бонус такой приятный бонус сладкий вот столько хороших дел а еще не вечер еще может какие-нибудь еще хорошие дела сделано он уже пацаны вон уже решили искупаться пацаны голодна пораздевали что-то витрила жары и холодрина охладненько все потоптали потихоньку искать дальше работу буду ехать и искать работу вот и все поехали ну вот и бегом али до дома сотка осталось тут а ролик и завершим тогда в общем друзья извиняюсь за мое такое настроение не скажем так так получилось не всегда бывает хорошее и не всегда получается хорошо в общем как получилось так получилось всем пока увидимся